Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Власти края выделят Яровому 40 миллионов рублей, в том числе на покупку топлива. Во всем мире наступила черная пятница. Стоит ли верить скидкам? Если я увижу то, что мне понравится, я это хочу обязательно взять. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко выступает сегодня на первом этапе Кубка мира. Губернатор края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении Яровому 40 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на покупку топлива. Ранее в город поступило 30 вагонов угля. Еще почти столько было на подходе. Как рассказал министр промышленности и энергетики региона Александр Климин, температура в квартирах жителей Ярового сейчас доходит до 25 градусов. На ТЭЦ работает один котел, поэтому нужно постоянно контролировать ситуацию. Два других котла требуют капитального ремонта. На контроле оперативного штаба и вопрос перерасчета по отоплению горячей води. По словам главы Ярового, перерасчет сделают всем категориям населения. Кроме того, снимать режим чрезвычайной ситуации в Яровом не намерены. Это заявил зампредседателя правительства края Игорь Степаненко. Он подчеркнул, ситуация в Яровом налаживается, но вопросов еще много. В Барнауле продолжается борьба со снегом. Но если основные магистрали и улицы коммунальщики убирают добросовестно, то во многих дворах ни пройти, ни проехать. Там за очистку территории от снега ответственность несут управляющие компании. Но не всегда это делают качественно и своевременно. Городская комиссия провела очередной рейд и посмотрела, как чистят барнаульские дворы. На Ленина 69 трактор сгребает снег, грузит в спецтехнику. В соседнем дворе на Союзе Республик рабочие скидывают снег с крыши. В этом году снегопад обрушился на Барнаул в середине ноября. Осадков выпало много. Управляющие компании пока справляются. Вот только уборки зачастую мешают припаркованные автомобили. Мы вывешиваем объявления, связываемся с домовыми комитетами, просим помощи. Также в случае, если автомобили все-таки у нас остаются на прилегающих территориях, то обращаемся в ГИБДД, пока нам не отказывали. То есть ГИБДД также связывается с автовладельцами и просит перепарковать либо убрать автомобиль. В течение восьми часов после снегопада двор должен быть расчищен, снег вывезен. Складирование во дворах запрещено по правилам благоустройства. Насколько добросовестно сделана работа, следит администрация города. За две недели проведено четыре рейда. По 25 многоквартирным домам выявлены замечания. Большинством управляющих организаций меры были приняты. Однако по пяти домам управляющие компании не отреагировали. В связи с чем администрация района в адрес государственной инспекции Алтайского края и комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула были направлены письма с просьбой принять меры реагирования к управляющим компаниям, обслуживающим данные дома. Меры реагирования – предупреждение либо штраф до 5000 рублей. Кстати, помимо дворов чистят и межквартальные проезды в рамках муниципального контракта. Работы уже проводились дважды. Расчищено 29 проездов, собственность на которые не разграничена. Валентина Аскерова. День с толком. Село Усть-Иша Красногорского района закрыто на карантин. Это произошло после того, как троих жителей покусала бешеная лиса. Дикое животное пришло прямо в село и сначала напало на мужчину, который шел с работы домой. Ему лиса укусила палец. Позже стало известно, что в тот же день животное напало еще на двоих жителей. По словам районного зоолога, лиса забрела на один из дворов, укусила хозяина участка, его ребенка и собак. После ее застрелил другой местный житель уже на своем огороде. Пострадавшим назначено экстренное лечение. Проведена вакцинация крупного рогатого скота, кошек и собак. Прививки поставили 150 животным. Старый дом рухнул, а в новом, еще недостроенном, отключили электричество. Мать-одиночка из Бурнаула и ее маленький сын фактически оказались на улице. Но при этом вынуждены ходить в суд и, возможно, заплатят за большое потребление света. Женщина ищет справедливости, с ней познакомился Андрей Дреер. Ольге и Антону негде жить. В 2015 году рухнул их дом на Меланжево 97. Используя деньги от материнского капитала, на его месте начали строить новые. Но в этот момент горэлектросеть насчитала у Ольги долги и начались суды. У нас уже с сентября идет заседание. Они обрезали мне полностью свет. Я им объясняю, я говорю, дома-то не было. Я говорю, вы за что насчитали 54 тысячи? Они мне говорят, мы насчитали за то, что вывели работы. Я говорю, какие работы? Здесь, кроме как шуруповертом и бензиновой пилой, ничего сделать нельзя. Когда материнский капитал закончился, Ольга стала просить помощи в строительстве. Откликались и депутаты, и бизнесмены. Но этого недостаточно. Доделать первый этаж мешает нехватка материалов и отсутствие электричества. Заработать на все это сама Ольга не может из-за проблем со здоровьем. Как могла, так поднимала двоих мальчишек сама. И травма дала себе, знаете, естественно, полтора года я возможности работать. Не соцзащита, никто не мог мне найти работу. Переучивали меня, вот на лифтера отправляли. И, несмотря на то, что у меня педобразование, работать с детьми, я сейчас не могу. Я падаю в обмороки. Сейчас Антон с мамой ютятся у родственников в однокомнатной квартире. Чтобы достроить свой дом и провести отопление, нужно около 100 тысяч рублей. А если Горэлектросеть выиграет суд, Ольга будет искать еще 54 тысячи. Женщина просит помощи у властей, города и политиков. А мы будем следить за развитием ситуации. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. Сегодня Черная пятница. Любимый день шипоголиков. По всему миру проходят грандиозные распродажи. Продавцы обещают буквально обвал цен. Действительно ли это аттракцион невиданной щедрости, выясняла Анна Ирбис. Сначала Черной пятницы называли обвал золотого рынка. Сто лет спустя ужасные пробки. Теперь это всемирные дни распродаж. Трактовка на английском языке «in the black» – положительный баланс – подразумевает большую выручку для продавцов. А для кого-то эти дни ассоциируются с семьей. Когда я была помладше, мы с мамой, считай, каждую Черную пятницу собирались вместе. Она оставляла всех остальных дома. Не знаю почему. И мы с ней, получается, ходили по магазинам. Это было очень здорово. Меня всегда радуют семейные походы. Мне это очень нравится. Это очень атмосферно. Сейчас за покупками «Милана» ходит без мамы. И с одним пакетом из магазина не уходит. Я достаточно впечатлительный человек. Если я увижу то, что мне понравится, я это хочу обязательно взять. В погоне за дешевыми товарами люди не всегда обращают внимание на то, что все эти манящие таблички сейл зачастую могут оказаться лишь маркетинговым ходом. Менеджеры уверяют, фирма не будет рисковать и портить имидж. Честные скидки можно отследить. Уже не идут на обман продавцы и торговые сети. Потому что объективно понятно, что уже люди не глупые. Но маркетологи предупреждают, что каждую покупку нужно делать осознанно. Скидки бывают искусственными. Сотрудники магазина завышаются на натовары, а в период «Черной пятницы» под видом распродажи ставят изначальную стоимость. Когда говорят про то, что переклеивают ценники в магазинах, это действительно некрасиво. Но на самом деле скидки есть, зависит еще от себестоимости самого товара. Допустим, у электроники маржинальность невысокая. И если вы увидите ее по супербольшой скидке, то явно там какой-то подвох. Такого быть не может. Скидки есть, но они разные, они варьируются. Поэтому лучше заранее выбрать вещь и узнать ее цену, а в дни распродаж сверить. Многие и вовсе предпочитают не обращать внимания на акции. Вместо «Черной пятницы» они отмечают Всемирный день отказа от покупок. Напоминаю, что чрезмерное потребление – опасная общественная тенденция. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком. Уже в эти выходные одну из главных площадей Барнаула Сахарова перекроют для строительства снежного городка. По традиции там установят елку, построят одну среднюю, четыре маленьких горки и сказочные фигуры. Для их подсветки город закупил 20 новых прожекторов, разноцветную гирлянду для подсветки самой площади, а также светодиодный фонтан. Его установят на пересечении улицы Молодежная с проспектом Ленина. Уже 1 декабря, в воскресенье, движение через площадь Сахарова перекроют почти на полтора месяца. А с 20 декабря на месяц закроют для проезда площадь у Дворца культуры в поселке Южный. Елки в районах города начнут работу 28 декабря. На первом этапе Кубка мира в Финляндии в составе сборной России выступит алтайская спортсменка, уроженка Рубцовска Яна Кирпиченко. Сегодня она примет участие в спринтерской гонке. Яна находится сейчас в хорошей форме, можно сказать, отлично она выступила на подготовительных стартах. Завоевала серебро в гонке классическим стилем и бронзу свободным. Первый этап Кубка мира пройдет в финском городе Рука с 29 ноября по 1 декабря. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.